В Екатеринбурге подвели итоги 15-го рождественского фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». В течение недели 26 команд из различных регионов России возводили ледовые шедевры на площадке у храма-памятника на Крови. 7 января, в день Рождества Христова, состоялось награждение победителей. В 15-й раз в Уральской столице прошел рождественский фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Традиционно организаторы выбрали несколько тем для создания зимних шедевров. Так, к 800-летию святого благоверного князя была предложена тема «Александр Невский. Воин, правитель, святой». Я выбрал тему «Александр Невский». Скульптура называется «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Хотелось людям напомнить, откуда Александр Невский получил свое прозвище. Также темами нынешнего фестиваля стали 20-летие канонизации святых царственных страстотерпцев, подвиг новомочников и исповедников Церкви Русской, достижения в эпоху императора Николая II, ювелир Российской империи к 175-летию Карла Фаберже, великий гуманист и реалист Федор Михайлович Достоевский, время первых к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, Иван Билибин – выдающийся русский художник, сказочник и традиционная для фестиваля тема «Праздник Рождества Христова». Я много лет сюда приезжаю и беру вот эту самую сложную тему. Это нужно большой опыт и старание. Мне, как девятикратному чемпиону мира АЭС Аляска, выпала такая честь работать нынче вот на этом месте, вот под этой скульптурой. «Праздник Рождества Христова» в храме святителя Николая Чудотворца в культурно-просветительском центре «Царский» состоялось награждение победителей. Мероприятие возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Традиционный фестиваль ледяной скульптуры, храм на крови – безусловный подарок, богатый, щедрый подарок всем жителям нашего города, всем прихожанам, гостям, личным днем. И с большой благодарностью к вам обращаюсь и желаю, чтобы вдохновение ваше победа не иссякало и обогащало наш город, каждого личного из нас вот этим замечательным творчеством. По итогам конкурса первое место заняла скульптура «Архангел Михаил». Также в рамках мероприятия были вручены награды за приз митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, храма памятника на крови, приз зрительских симпатий и другие специальные призы. Некоторые участники были награждены за многократное участие в фестивале и вклад в развитие ледового искусства. Ознакомиться с экспозицией можно до конца зимнего сезона на площадке у храма памятника на крови по адресу город Екатеринбург, улица Царская, 10.